Доброго времени утра, друзья! Всех с наступающим Новым Годом! Надеюсь, вы здоровы и уже вовсю готовитесь к новогодним праздникам. Ну а я тем временем по запаху мандаринов вовсю тестирую ноутбук, который полон сюрпризов и неожиданных решений. Знакомьтесь! Концепт Ди Семь Эйзол! Серия ноутбуков Концепт Диа Тейсер разработана специально для таких, как мы с вами. Художников, моделеров, разработчиков, фотографов и видеомонтажеров. Мне очень интересно посмотреть результаты тестов и бенчмарков, насколько его цена оправдывает то, что у него внутри. Мне сейчас мало интересует его внешний вид, хотя и должен отметить, что есть в нём что-то такое футуристичное и технологичное. Меня также мало интересует, сколько фпс он будет выдавать на максимальных настройках в киберпанке при 4к разрешении. Хотя я обязательно вам это покажу. В первую очередь меня интересует и его производительность в таких программах, как юнити, зиброшки и шот и премьер про. Окей, я в зебре. Загружаю свою недавнюю модельку для сетстора. Здесь 20,5 миллионов полигонов. Для особо татошных вес файла почти 600 мегабайт. Кручу-верчу, шавермы хочу. Ну, я даже немного удивлён. Программа немного подстраивает при вращении, это нормально. Потому что это самое ресурсоёмкое действие в зебре. Но в целом, ноу чувствует себя прекрасно. Вот это поворот! А сейчас я сделаю кое-что очень страшное. Для тех, кто не в теме, эта функция добавляет полигонов моделей путём разделения каждого существующего на 4. То есть эти 20 миллионов полигонов лёгким движением руки превращаются в 80 миллионов. Эх, вот бы со счётом в банке так же. На большинстве ПК, зебра бы сейчас повисла намертво. Или просто крашнулась. Не говоря уже про ноут. Но, концепт-ди не крашнулся. Он справился меньше, чем за минуту. И самое интересное, ещё даже даёт скульптить эту модельку. Опять же, это всё лютый перебор. То есть никто не тянет 80 миллионов полигонов кистью муф. Это всё делается на нижних уровнях сабдива. А верхние нужны для добавления мельчайшей детализации и текстурирования. Но это чисто профессиональные моменты. А знаете, что ещё тут профессионального? Для скульптингов зебрыши, рисования в фотошопе и вообще множество других творческих задач нужен графический планшет. Так вот, теперь не нужен. Теперь у вас всегда с собой перо, которое можно под ребро, если кто-то вас обидит. А художника легко обидеть. В любом случае, 4096 уровня давления на этом пере – это вам не шутки. И чтобы рисовать маршрутки людей и животных, этого хватит с головой. Вакуум фигни не делает. По сути, нот вообще можно сложить как планшет и рисовать или скульптить. Все кнопки нажимать прямо здесь на экране. Отличный вариант для фотошопа и прочих рисовалок. Но для зебрыша клавиатура всё-таки незаменима. Я могу вынести панельку с часто используемыми действиями, чтобы тыкать в неё пальцем. Но без одновременно зажатых Ctrl-Shift, например, я не воспользуюсь некоторыми важными кистями. И переназначение клавиш мне тут не поможет. К счастью, я могу просто приподнять экран так, чтобы иметь доступ к клавиатуре. Главное, чтобы меня никто не напугал. Иначе ноутбук подлетит очень высоко. Вернёмся к экрану. Я вам не говорил, но он хорошо дружит с 4К-разрешением и IPS-матрицей. Которые я лично отдаю предпочтение больше новомодным AMOLED-ам. Куда больше меня порадовала заводская калибровка Delta E меньше 2. И стопроцентная хват светового пространства Adobe RGB. Калибровка цвета очень важна. Если вы когда-нибудь рисовали и выкладывали свой арт в сеть, то наверняка замечали, что на телефоне и на компьютере цвета могли сильно отличаться. И если у вас всё выглядело прилично на отлично, то у других людей арт мог выглядеть весьма посредственно. Здесь по этому поводу можно вообще не переживать. Так как дисплей имеет сертификат Pantone Validated Grade. И если у кого-то проблема с цветами, то это точно не у вас. В целом экран классный. Цвета насыщенные, всё чётко и резко. Текст тоже читается нормально. Давайте немного отличимся от работы и посмотрим, на что способен рабочий ноутбук, когда дело доходит до игр. Тем более я обещал вам показать Cyberpunk в 4К-разрешение на максимальных настройках. Так вот, в целом всё достаточно неплохо, но тяжко. Даже включенный RTX и DLSS сильно как-то не выручают. Играть можно, но я бы не стал. А вот Full HD с такими же максимальными настройками совсем другое дело. И кстати, что интересно, запись видео никак не повлияла на FPS. Да и вообще, останьте от меня со своими панками. Может я хочу заценить высокое искусство. Стабильнее 60 FPS, никакой крови, мата и грязных улиц. Природа. Эх, RTX, конечно, вещь. Способен не только FPS в играх поднять и сделать картинку красивее, но и при работе в 3D-редакторах и игровых движках даёт неплохой прирост производительности. Давайте посмотрим, как себя будет чувствовать ноутбук при генерации террейна в юнити, а затем и в его визуализации в реальном времени. В принципе, всё довольно неплохо. Вы спокойно можете продолжить работу над тяжёлым проектом где-нибудь в дороге. Или если вы работаете в команде. Быстро посмотреть результат работы и внести какие-то правки. Ноут всё потянет. Текстурирование собственности стало неотъемлемой частью рабочего пайплайна большинства AAA-студий, а также просто многих 3D-художников. Я загрузил сюда одну из своих моделей, которые делал автор и топологию, и автоматическую развертку. Поэтому на эти моменты особо внимания не обращайте. Мне сейчас интересно, как поведёт себя программа, когда я наложу на модель около 20-30 смарт-материалов, применю к ним процедурные маски и пройдусь поверх такими же процедурными кистями частиц. Если пруга крашнется, я в принципе не удивлюсь. Это для неё нормально. Мне больше интересно посмотреть, как будет вести себя ноут. Ну и под конец попробуем рендер IRA. Насколько быстро он может отрендерить эту модельку. Преимущество IRA в том, что он использует видеокарту, а вместе с ней и ускорение. Поэтому рендеры должны быть быстрыми и... Они реально быстрые. Не уходя далеко от рендера, заглянем в кейшот. В последнее время я часто им пользуюсь для композитинга и для быстрых рендеров моделек под оверпейнт. Это когда поверх рендера модели рисуют уже в фотошопе, например. Кейшот может использовать для рендеринга как процессор, так и видеокарту, но всё же он больше заточен под использование CPU. Поэтому давайте затестим этот Intel Core i7 10-го поколения с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Всё просто. Очередная моя моделька Гаргоны, на которую я наложу тяжёленький материал с подповерхностным рассеиванием, кожу. Посмотрим, как быстро ConceptD отрендерит 200 сэмплов в 4К разрешении. Каковы будут ваши ставки? Два часа, три, пять. Почти ровно 50 минут занял рендер 200 сэмплов кожи в 4К разрешении. Это очень даже неплохо. Наконец, мне интересно, как быстро он справится с другими важными задачами производства моделей, а именно запеканием ассетов. Для теста возьмём модельку цветочного жука, которого я делал на конкурс, и запечём ему нормально. Не бойтесь, больно ему не будет. Для начала попробую запечь в Сабсенсе все карты с разрешением 8К. И лично мой ПК при этом крашится. Ну а здесь всё запеклось нормально. А теперь попробуем в 4К и посмотрим, насколько это будет быстрее. И в принципе, пока я всё это говорил, он уже всё запёк. Ну разве это не прекрасно? Наконец, мне интересно, как будет проигрываться 4К видео в Premiere Pro с висящей на нём пост-обработкой. Будут ли какие-то пинки, заикания и всё в таком духе. Ну и теперь давайте отрендерим этот сэмпл, предварительно увеличив длительность видео до 10 минут. Примерно столько длится и каждый мой ролик на ютубе. Рендерим также в 4К с 60 кадрами в секунду, с двумя проходами VBR с целевым битрейтом 20 Мбит в секунду. И результаты также достаточно приятные. Кстати, совсем забыл, но я не могу пройти мимо парочки бенчмарков и стресс-тестов. Полагаю, с него на сегодня хватит. Катс МД хорошо поработал и доказал, что достоин. Я могу рисовать на нём 8К разрешение текстурными кистями, могу запекать 8К текстуры в Сабстансе или Мармасете, без страха крашнуть программу, да ещё и достаточно быстро. И также спокойно могу текстурить модельки с множеством смарт-материалов. А трендерить 4К видео в хорошем качестве теперь тоже не проблема, как и комфортный монтаж. При всём при этом самые горячие и тяжёлые новинки отлично играются в Full HD разрешении на самых максимальных настройках. Добавьте к этому действительно крутое и качественный экран с заводской калибровкой, отличной чёткостью и мультитачем, да ещё и с уникальным механизмом вращения этого самого экрана. Отличное тихое охлаждение и множество полезных портов по боковым сторонам ноутбука, тоже приятный бонус. Результаты тестов вы сами видели, сами прочувствовали, и я надеюсь, что вся эта информация для вас была полезной. С вами как всегда был Арталаски, пока! Редактор субтитров А.Сёмкин